И снова всем привет! Мы продолжаем наши техники специального мануального массажа и все время глубже-глубже углубляемся в тело человека, да? Были у нас растирающие моменты, это кожа, да? Потом кулачковые техники, это мясо, можно проникнуть поглубже. Пальцами продавили точки глубокие, ППС, вот здесь, да, поясничный подвздошный сустав, КПС, это крестцовый подвздошный сустав, нервы там продавили, да? И теперь переходим к локтевым техникам, сет номер 4. Значит, уже работаем с костями, уже именно давление на кости идет. Здесь квадратная мышца находится между плавившими ребрами и тазом, да? Она и вот так вот, и вот так у нее волокна, и вот так волокна идут. Соответственно, если она укорочена, да, то поднимается тазовая кость вверх и можно будет проверить пальчиками. Например, здесь вот два пальца пролазит, да? А с этой стороны три пальца или четыре пролазит, да? Вот уже признаки сколиоза начинаются, да? Между ребер и тазом вот прям щупаем. И вот так вот можно проверить по высоте. Ну, тут видно, что вот тут выше таз, чем здесь. Где-то на сантиметр, примерно. На альданке. Значит, вот закончили мы чем? Расшатали поданки, да? Кулаками, да? Декомпрессировали вот поясничку. И начинается свет номер четыре. Нож ходит в масло. Расширяем. Входим глубже, глубже, глубже. Осторожнее. Локтем мы не касаемся никаких костей, потому что костями по костям больно будет, да? Ни тазовую кость не касаемся, где ямочка, да? Ни ассисты отростки. И получается, у нас вот мизинец все шире, 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 и мы как бы раздвигаем, да? Своей рукой. Смотрите, только по диагонали, да? Вот ягодица закончилась, а кость она выше. Тодиама заканчивается. Выше видимой границы. Вошла одна рука и таз отбегаем вот туда. Толкаем таз. Вот моя вторая входит рука и толкаем ребра. Противоложную сторону. И вот начинаем одну, вторую, прям короткое движение. Одну, вторую. Предплечьями, отталкиваем в разные стороны. Я уже многократно говорил, да, что вот это наш базис, откуда рождается организм. В утропе матери, да? И, соответственно, кости, которые растут вверх, мы всегда толкаем выше. Те, которые сверху находятся. И руки также тоже в ту сторону. А те кости, которые вниз растут, да, мы их толкаем вниз. И за ноги тоже в ту сторону толкаем. Входим, отталкиваем, отталкиваем. И теперь такой приемчик, когда рука пошла до конца, вот, до верхнего, верхнего трапеза. А эта вот вошла сюда. И остренем локтя обходим косточку. Вот до сюда, до ягодиц. Не вот так идем, потому что по кости заденем. Просто больно будет, да? А вот там, мимо остистых промахнулись. Вошли сюда. И эта рука рисует теперь четыре концентрированных, концентрических окружности. Побольше, поменьше, поменьше. И вот где-то вот тут остановилась, где седачная... Седачная, как раз почувствовала, да? А в этот момент, эта тоже не спит рука, а в этот момент она растирает, да? В верхнем трапезе. То есть это вот одновременное движение. Дальше эта рука захватывает позвоночник. То есть остистые отростки за... Вот так вот захватываем. Пальчиком. То есть вот так вот захватили. И идем с такой вот вибрацией назад. А второй локоть рисуют от центра к ногам. Четыре полосы. Одновременно поставили, да? И вот так вот рисуем четыре полосы. Ну, условно, у нас все делится на четыре. Не просто так, а потому что сегменты под позвоночником тоже четыре. Шейно-грудной переход, верхний грудной отдел, низний грудной отдел и поясничный отдел. Четыре получается. Еще раз показываю. Это вот растицает, а это идет по лосками вот так вот. Отлично попробуйте работать двумя руками. Это хорошо тренирует полушария нашего мозга. Попробуйте, например, вот одну руку. Запустили вот так вот. Кругами, да? Вторая прямая. Попробуйте, чтобы у вас два полушария работы. То есть, одна просто вверх и вниз ходит, да? А другая вот. Оставили локоть и круги делаем. Круги, круги, круги. Вторую прямую. Вверх и вниз. Ну, вот надо потренироваться, да? И так вот другую сторону. Это круги, рисуют, а это прямая. И частота разная. Тут, например, быстро крутится. А это помедленнее. Потренируйтесь на рассуге. А вообще не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так, значит, завершаем чем? Дошли сюда кулаком. Он уводит лимфу под... Вот здесь. Уводит лимфу. И мы сразу подбираем всю группу ягодичных мышц сверху. А тут предплечье мы раздавливаем. И потом в противоположную сторону. То есть, по двум диагоналям получается. Видите, вот по этой диагонали мы раздавливаем. И по этой диагонали раздавливаем. Работаем желательно предплечьями. Попробуйте вот тренироваться. Вот так наоскосок руки поставили. Разводим в сторону. И вот так вот. Так поставили. Работаем. Вот так и в сторону. Такие просто приемы у нас еще часто будут повторяться. Значит, растянули ягодицу. И теперь начинается техника рубанок. Это у нас рука, которая стояла. Она так и остается. Вот захватываю за палец. Ну, условно, чтобы прям продемонстрировать рубанок. Хотя можете хватать и так, и так. Как угодно. Значит, натираем все тело быстро. Четыре линии прохода. Раз, два, три. И сбоку четыре. И теперь от центра к периферии. Отодвигаем ягодицу. Быстрый медичный подавитель. Корпусом. Всем корпусом работаем. Вот туда. Отдвигаем. Стол придерживайте бедрами обязательно. Теперь квадратную мышцу. И косую тут вместе с ней. Отодвигаем. Теперь широчайшую. Вот она широчайшая идет. Теперь трапецию. Вот туда. К плечу. Разделяем руки. И вторая рука в верхнюю трапецию. Это нижнюю, верхнюю, нижнюю, верхнюю, нижнюю, верхнюю трапецию. Где закончили, там переходим к следующему движению. Поперек тела встаем. И теперь локти работают параллельно. Вот растираем все. Растерли. Потом расшатали опять все. И ставим теперь более жесткие техники. ППС вот этот наш, да? Бывает вон с одной стороны. Тогда вставляем пальчики между поясницей и вот этой косточкой. И видим, что здесь вот три пальца смещаются. А здесь смещаются два пальца, да? Значит, нам надо вот это вот расширить состояние. Пояснично-подвздошный сустав. Туда прям острием локтя встаем, да? И бьем по вот этой диагонали немножко. Ну, ровно. Вдоль позвоночника. Чтобы не попасть на вот эту косточку. По кости будет больно. Это значит, мы не туда попали. Вот сюда. Вставили. И отбиваем. Не больно, да? Вот, потому что попал куда надо. Да, но бить можно, смотрите. Можно кулаком вот так бить, можно вот так бить. Как вам удобнее. Если человеку больно, то можно смягчить. Вот такой ударчик. Да, помягче. Далее переходим на тазовую кость. Гребень, как раз по задушке кости. Но по нему бить больно. Поэтому мы делаем складочку такую вот. 20 сантиметров сверху. И бьем уже не по острию локтя. Видно, да? Всем видно, да? Не по острию локтя, а уже вот этой частью. Плоскостью, да? Чтобы не было больно. Вот, отступаем. 2-3 сантиметра складочку делаем. И ниже. Ну, примерно 4 точки. Так же получается. Вот, чувствуешь, как таз отодвигается? Да? Прям отъехал. Прям отъехал, да? Гениальный приемчик ей от Гудлина. И, соответственно, это тоже тест. Если я стучу по костям, а отражается вот сюда, то получается, есть признаки грыжи. У тебя сюда не отражалось? Нет. Током вот сюда не било? У вас било поясницу? Угу. У вас грыжа, значит, есть. У тебя нету. С чем я тебя и поздравляю? У тебя нету грыжи? Да. И сразу же, вот как локоть стоял, да? Так и продолжаем. Второй локоть подняли вверх, чтобы был упор. И рисуем блюдца вот такие. Соответственно, нам надо учитывать декомпрессию тела. То есть, с этой стороны у нас получается блюдца мы рисуем в этом направлении. Да, то есть, где позвоночек проходим, там вверх. Постоянно декомпрессируем вверх. А с этой стороны будем делать, соответственно, в другую сторону. Вот такие, да? Блюдца. Чтобы это уже не рисует. То есть, тут будет вот в этом направлении. А циферблат нарушил часов. Я вам говорю, да, что у нас часы примерно вот. Такого диаметра, да? И это как раз, ну, три пальца, да? Гу-гу-гу. Это как раз от три пальца. Вот оси есть, отступаем, попадаем на реберно-поперечное сочленение. Вот нам надо в них подбивать. Локтем будем прям в них, в них, в них, в них подбивать. Также рисуя рисунок сверху вниз. Видите, да? То есть, тут получается под часовой стрелки, тут под часовой стрелки. Плавающие ребра нам не нужны, пропускаем их. А вот дальше уже начинаем прям посильнее. Чик. Чик. Вот сюда. Вот сюда. Подстукиваем. Соответственно, локтем по остистым отросткам не задеваем. Помните, да? Это просто будет неприятно, больно. То есть, вот туда мы все это загибаем. Ну, и демонстрирую. Соответственно, вот у нас на месте локтем, да? Можно и этим локтем вести дальше, да? Второй локоть, видите, дается сопротивление. Вот я веску поднял. Не нравится мы этим локтем? Ну, что-то неудобно показалось, да? Развернули вот такой восьмерочкой. И этим локтем можно. Вот. Этим локтем даже немножко удобнее, потому что у вас по плечу можете головой вот так подстукивать. И теперь маленький циферблат. Раз, 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 раз. Ух ты! Так прикольно вот этот маленький. Почувствовала? Тик, 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 тик. Почувствовали вы где-то вот и ребрышко торчит, да? Вот если правильно мышц отодвинуться, вот они. Можно понащупать эти реберные дуга. Где-то вот торчит, прям вот это вот торчит, да? Прямо в него уперлись. И за счет маховика с головы делаем. Вот прям головой. Раз, раз, махнули. И пошли дальше. Мягко выше из тела. Вернулись назад. И теперь на расширение ставим скобу такую, скоба из наших ладоней. То есть тут работают вот эти пальчики, лизинцы, да? И мы не массируем человека, мы уперлись в ребра и в тазовую кость. И просто вот относительно ладони раздавливаем. С выдохом. И тянем, 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 тянем. Вот так вот, можно пару раз. Тянем, тянем. Вот просто тянем. Видите, это не массаж, это вот именно растягиваем. Теперь плавающие ребра пропускаем. У нас 12 пар ребер, да? Соответственно, 12 минус 2 получается 10. Между 10 ребрами сколько промежутков? 9. 9, правильно. Вот в школе училась молодец. Ну, а что там написано? Да. Значит, ребра, смотрите, примерно как палец по оттолщению. И между ними расстояние тоже как палец. И мы сюда внедряем свои мизинцы. Получается, мизинцы, опять эта косточка, мы туда внедряемся и расширяем. Внедрились и расширились. То есть такой, как бы, клинышек. Повнедрялись и подрасширяли. Все на выдохе, да. Да, преднапряжаемый человек, чтобы делали на выдохе. И вот, прогремела выставцы опять. И регата началась. Это мы поставили 10 яхт, да? Теперь первая яхта пошла. Мы предплечьем, вот раздвигаем, видите? Широко не надо, прям до туда вот. Именно локальное место. Раз, первая яхта пошла. Вторая яхта пошла. Третья. Четвертая. Мягко отодвигаем за затылок и плечо. Вот, растянули. Чувствуешь, как тянется? Приятное такое движение, да? Получается, 4 разбили на 4 участка. Раз, два, три и четыре это плечо. Теперь на три участка. Раз, два, три. Потом на два участка. Раз, два. Потом на один участок. Получается, сколько? 4 плюс 3, 7. Плюс 2, 9. Плюс 1, 9. 10 яхт поставили, 10 яхт запустили, да? Выдох. Это вот уже на три участка. Теперь на два участка. Таз отодвинули. Жеркну раздвинули. И на один участок, прям посередине. Раз. Захватили за бок и еще сбоку растянули вот так вот. Вот, растянули сбоку, да? Мощно такое движение. И все делаем с выдохом. То есть предлагаем человеку выдыхать. Выдох. Я всегда говорю, опреки, гадинал. Вместе со мной выдыхаем. И вот это все мы подготовили теперь для дальнейших техник, уже более жестких. Это уже декомпрессия. То есть расшатали позвоночник тем, что поставили свой локоть на самые жесткие, на самые выступающие места. Это сискинные крестца и вот тазовая кость. Вот тут стоит локоть. Второй ставим за сисками отростками, вот сюда на ребель на поперечное сочинение, и их расшатываем. Потом будем два локтя вставлять вот здесь. И вот это не отодвигать кости друг от друга. Таз мы упормим в ту сторону, тянем в ту сторону. Значит, вот тут поставил. Вот видите, жестко стоит. Вот упор в полигонали. Второй локоть за сисками вот сюда. И начинаем в противофазе вот обоими локтями расшатывать. В разные стороны, да? Дай сюда, туда-сюда, вот так расшатали. Да, теперь оба локтя вот сюда ставим. Это на тазовую кость, а это вот на ребра. И раздвигаем каток, техника каток. О-о-о! С выдохом. Прохрустела? Да, там что-то было. Прохрустела на столе. Вот, и дальше, смотрите, тяну-тяну, и можно головой делать махеток, чтобы добиться результата. Все, далее переходим к сету номер пять. Это будет плечи-лопаточная зона с своей глубокой проработкой, а локтевую зону, локтевую работу. Мы сейчас на этом закончили, да? И, соответственно, запишите вот эту методичку. Я вам отправлю ее на WhatsApp. С вами был Олег Алавгубин. У нас весело, у нас хорошо, интересно и энергично у нас массажер. Подтвердить коктеймассажер. Вообще отлично, великолепно. Ну вот. А вы не хотели приходить? Изря это делайте. Будьте с нами, будьте за нас, подписывайтесь и пишите комментарии.